На первые дни после Босской Литургии у Свято-Петропавловским Кафедральным Собором Гомеля и Христного Хода до Помника Святителя Кириллы Туровского, митрополит Павел у сопроводжения архиепископов и епископов наведал Святомикольский Мушсинский Монастыр Гомеля. Тут у ладыка узначали улитый юно могиле незабывного архиепископа Аристарха, який в 1990 году был призначен кирующим архиереем Гомельской епархии. Миновита архиепископ Аристарх стоял для вытоков отражений епархии. Воспринявший христианство еще в советское время, когда церковь была гонима, он прошел очень непростую школу, сохранил веру, смог приумножить ее в своем сердце, принять монашеский постриг и стать одним из первых архиереев возрождаемой Белорусской Православной Церкви. После Микольского Мушсинского Монастыра архиереус строкали же хоры ветки и добруша. На протягу двух ден, подчас своего наведования Гомельской земли, митрополит Павел неодноразово означал, его сердце радуется тому, что сегодня православные храмы не пустуют. Люди мают махшимать свободно молиться, просить и отрымливать по своей веры. Ибо дай гэта самая каштуная, особливо, коли озернуться у атеистичное минулое. Мне хочется сегодня вспомнить, добрым словом, покойного владыка Аристарха, который стоял у истока Возрождения. Вспомнить сегодня и преснопамятного епископа Тихона Шарапова, который был первым полноценным епископом города Гомеля. Также хочется вспомнить и первого епископа векарного города Гомеля, который канонизован. И пришли с ним клику святых новомучеников, владыку Митрофана Краснопольского. Другий день визиту у ладыки Паула почався со святочного богослужения на территории Прихода, где будуется храм святого покутника Иоанна Воина в Жлобине. Отбылся и чин закладки первого камня у подморок будущего храма. Святый покутник Иоанн Воин служил в войске римского императора Юлиана Отступника. Разом с другими воинами он был отправлен забивать гнаных христиан. Знишнее все так и выглядело. На справе Иоанн Воин оказывал великую поддержку христианам. Усё своё жице он присвятил служению ближним. Жил у честяне и святости. У рамках святкования тысяча годзя с того моменту, коли пайшоу життя хреститель Руси князь Уладимир, по благословению епископа Гомельского и Жлобинского Стяфана, каучех с мощами ровноапостольного князя Уладимира, принесен у городы Гомельской епархии. Першими поклонились святыни же хары Жлобинам. У гэтаж день архиерей наведали свято-Успенский жанодший монастырь у вёсцы Казимирова Жлобинского района. Искренне радуюсь тому, что совершается сегодня на Гомельской земле. Под амафором епископа Стефана происходит очень много хорошего, важного на благословенной, теперь я уже говорю с полной уверенностью, на благословенной Гомельской земле. То, что мы сегодня видим и в Гомеле, и в Жлобине, это преображение внешне, украшение городов, украшение веси. Это всё свидетельствует о том, что сегодня происходит внутренняя преображение, человека. Светлана Князева, Сергей Лукашук, телерадуя компания «Гомель» со Жлобинского района.